Если из истории убрать всю ложь, то это совсем не значит, что останется одна только правда. В результате может вообще ничего не остаться. Когда художник Владимир Лемпорт еще до войны работал оформителем в Центральном доме пионеров, его начальник говорил, не рисуй портреты вождей на сшитом из четырех полотнищ холсте. Проступит крест, посадят. Даже великий художник Бендель на этом пострадал. Юный Лемпорт искренне удивился. Как Бендель? Да ведь его же портреты на Большом театре, Совнаркоме и гостинице Москва висят до сих пор. Да, это так. Но он сделал портрет Сталина на огромном десятиметровом холсте, сшитом из восьми кусков. Был дождливый ноябрь, и во время праздника сшитые места выступили. Обозначилась сетка, которую судебные органы квалифицировали как решетку. И сам художник попал за антисоветскую агитацию. В 1956 году 76-летний президент Академии художеств Александр Михайлович Герасимов был похож на крупного лилипута. И ничего злодейского в его облике не было. Желтая морщинистая кожа симметрично свисала от глаз по сторонам носа, как театральный занавес. Черные киргизские глаза под опущенными дряблыми веками казались грустными. Он говорил о себе. Я ведь чистейший русский, но татары в моем роду, видимо, побывали основательно. Мне бы на коне сидеть, под седлом вяленую бастурму отбивать. Если пить захотел, конскую жилу подрезать, крови напиться. Впрочем, я и так крови всяких формалистов и иммажинистов и бобноволетчиков насосался вот так. Больше не хочу. Тошнит. Раньше же его не тошнило. Агенты Герасимова неустанно выискивали непохожих и непокорных художников и тащили к нему на суд и расправу. Разбирательство всегда было коротким. Так, например, если художник писал мазками, то следовало обвинение в импрессионизме. И все. С этого момента любые произведения такого опального художника уже никуда не принимались. И он буквально погибал от голода. Субтитры создавал DimaTorzok